Всем хайушки, с вами я Александр от канала M-Bot и у нас игра Bleach 3D. Не глобальная версия, а китайская, скажем, версия, либо европейская, но здесь вот я нахожусь на Китае. Значит, что у нас у нас? Я хотел бы поговорить о новых витринах, которые предстоят на российских серверах. На каких-то уже серверах, на первых, уже это мероприятие наступило, да, и я его тоже задену. Значит, три, которые ближайшие витрины у нас будут, либо на данный момент уже идут. Вот, почему я касаюсь именно той витрины, которая уже идет, потому что это годный, во-первых, персонаж, да, а во-вторых, на многих еще серверах еще не запустили этот ивент, поэтому затрагиваем и его. Значит, у нас прежде всего получается по ближайшим ивентам, это будет призыв по Тошера. Вот в такого, да, сейчас давайте мы на него взглянем, соответственно, вот такой Тошера. Довольно-таки хороший, годный саппорт, то есть очень хороший саппорт, ну и даже, в принципе, не саппорт, он может и довольно-таки неплохо сам по себе сражаться. То есть давайте на него взглянем поближе, так как у нас уже, в принципе, он доступен на русских серверах, но мы его протестим еще здесь вот. Значит, что он при себе имеет? Он при себе имеет неплохие, то есть, дебафы, да, то есть это всякие, типа, заморозки и тому подобное. Вот, к примеру, да, то есть здесь понижение брони получается у нас, здесь у нас, вот он, дебафчик. Единственное, что это заморозки у меня не вышло ни разу. Вот, так, окочки, окочки, окочки. Ну вот как-то вот так вот все это работает, на самом деле. Здесь также есть, вот она, заморозка, да, то есть мы его призвали и заморозили, получается. Не срабатывает что-то дебаф, если честно. Таким вот образом. Потому что, ну, вот на нем почему-то нету дебаф, не висят. То есть, вот, вот первый дебаф появился, вот она, заморозка. Ну, я не знаю, очень долго. То есть мы несколько, три раза, по-моему, на третий раз только она появилась. Ну, либо вот когда призываешь, да, получается, вот он сразу получает стан. Давайте попробуем высвобождение сделать. Что из этого получится у нас? Я не знаю, насколько это будет лучше все происходить. Так, после высвобождения заморозка сразу упала. Здесь у нас что? У нас замедление ходьбы, бега. Здесь броня. Опять же, если мы делаем, не работает. Ну, вот видите, как-то вот так вот. Не всегда срабатывают дебафы. Это очень, конечно, нехорошо и с другой стороны. Но, в принципе, как саппорт, он очень-очень довольно-таки хорош. Постоянно делает стан. Вот. Поэтому, поэтому, брать его или не брать, смотрите сами. Ну, персонаж годный. Давайте взглянем на вторую версию этого бойца. Потому что есть у него и второй, скажем так, версия, да, после превращения соло-мода, да. То есть мы зайдем на него сейчас и глянем. Он будет насколько лучше после этого. Скажем так, вот сейчас соло-мод. Смотрим, что у нас происходит с ним. Вот здесь уже, наверное, поинтереснее версия. Здесь добавлен еще один удар в соло-моде, видите. То есть пока на России нет на российских серверах соло-мода. Но это будет. Так, здесь получается дебавчик. Здесь, так. Вот он, в принципе, заморозка прошла. Видно было, что он повис еще, к тому же. Здесь также и подхил идет от первого скила. Вот он, раз, есть, да, то есть видите. То есть у него, получается, заморозка здесь уже и более интересно работает. То есть здесь уже в соло-моде можно его как нормальный атакующий, дамажущий, да, персонаж играть. Играть им прям вообще смело. Потому что есть подхил. Причем два скила на подхил есть. Также у него заморозка, которая часто срабатывает, да. Если же в обычной версии он не срабатывал так хорошо, то здесь уже все поинтереснее происходит. Ну и минус броня. Вот. Также бафы на себя кое-какие вешают. Ну и здесь все так же после призыва он, получается, заморозит. Давайте сделаем высвобождение. Посмотрим, что у нас из этого получится. Я сделаю скип, чтобы это было быстрее. Нажимаем, смотрим, получается у нас дебавчики, да. То есть вот эти вот. Вот. И вот она, в принципе, та заморозка, которая нам нужна. Которая будет станет противника, от которого противника будет бомбить. Потому что он будет замороженный. В этот момент будет ваша тима, либо вы сами его бить, изничтожать. То есть, ну, довольно-таки годный перц. Поэтому его стоит взять даже не для начала, который сейчас, да, и им играть. А то есть для соло-мода он очень будет хороший. Я вам сразу скажу, что в своей классе он очень хорош. То есть он один из лучших. Он лучший даже, я бы сказал, не побоюсь этого слова. Поэтому стоит его брать. По мне так, по моему мнению, очень годный. Вот. Давайте переходим далее смотреть, кто у нас еще. Следующий будет в призыве. Следующий у нас получается Улькиора. Улькиора вторая вот эта версия, да. Сейчас мы его взглянем. Вот он, значит. Ресурректион до Улькиора. То есть есть также две версии. Есть обычная версия. И есть также у нас соло-мод. Значит, что у нас? В обычной версии у нас довольно-таки очень много скиллов. Прям очень много скиллов. То есть там баф-баф, да. То есть вот раз удар. Два удара вы можете нанести. Тут же вы можете еще три удара нанести. Четыре удара, да. То есть вот. И здесь вот еще вот есть кнопочка, да. Вот такая вот подヒул тоже идет под хил. То есть все классно, шикарно. Минус в чем? Минус в чем мне не нравится? Здесь, опять же, нету, видите, мы наносим, нету ни бафов, нет ни дебафов, то есть ничего нету, куча ударов, ну вот здесь вот сейчас вот сработало оглушение, да, вот на этом скиле иногда срабатывает оглушение, вот, также есть подхил, как бы все хорошо, но, блин, то есть удары, они без всяких, ну, дополнительных плюшек идут. В освобождении, так, здесь вот, в принципе, оглушение прошло, неплохо, в освобождении давайте тоже сейчас взглянем на него, посмотрим, что он будет, может быть он лучше, но я не знаю, честно, давайте посмотрим, значит, здесь первая атака ничего нам не дала, вторая атака ни бафов, ни дебафов не дала, давайте еще раз вторую, может все-таки будет оглушение? Нет, на самом деле никаких оглушений нету, ничего не происходит, вот появился дебаф какой-то, вот, не скажу, что это такое, как-то за типа там чего-то там возможно это с бегом что-то связано не знаю честно не буду вас обманывать не буду заводить заблуждение вводить поэтому как-то так ну вы видите то есть никаких вот дебаф сработал опять ну редко редко срабатывает давайте попробуем соу мод включить соу мод это будет в принципе его немножко подрежут а при роняет ко всем остальным приземлят скажем так вот чтобы он не особо выделялся он поэтому будет урезанная версия соответственно они же чем оригинальная вот смотрим что у нас происходит с нашим бойцом то есть у нас минус а вот здесь вот один удар скажем так получается поэтому улькиора получается ну здесь да вот сработал дебаф не знаю давайте посмотрим хотя бы насколько часто буду дебафа здесь вот уже вот здесь вот пошел под то есть видите да 1 см и лицом здесь получается здесь тоже хилится по крайней мере здесь его встала больше да то есть а 1 hill и у 2 hill получается здесь у нас повышение крит racing об далее что у нас но дебафа дебафы все-таки не работают особо ну вот принципе есть поэтому никаких глушений таких встанущих очень редко у него происходит то есть у тошера в соу моде все-таки поинтереснее мне кажется все происходит поэтому тоже мне кажется будет даже интереснее в соу моде нежели чем улькиора да если взять ну вот опять сработал дебаф давайте еще раз высвобождение посмотрим опачки опачки давай деваф нет оглушение нету нет оглушения это печально это немножко печально значит вот как бы вот так решайте сами тянуть кого не тянуть далее у нас 3 3 на самом деле тоже лимитированный боец да соответственно мы берем только лимитку не берем тематическую витрину значит только и лимитки лимитка следующего нас боец будет вот такой вот то есть 3 до по счету я возьму только троих и дальше и не буду рассматривать дальше я сделаю следующий видосик поэтому сейчас его найду это бьякуя бьякуя вот такой глориус бьякуя вот именно он давайте попробуем на его версию посмотреть я не знаю чем он сильно отличается от самого бьякуи ну давайте попробуем посмотрим потому что я и бьякуи как бы он у меня есть но я особо им не играл давайте хотя посмотрим что у нас у нас получается по скиллам здесь ну вот они три скилла никаких дополнительных скилов нету то есть что у нас здесь имеется повышение атаки здесь срабатывает также щит срабатывает здесь у нас здесь у нас никаких бафов дебафов нет то есть ну как бы такое себе давайте попробуем вот так вот ничего тоже не произошло на самом деле кроме дамага ничего не дали нам никаких дебафов не вешает поэтому не знаю дайте попробуем освобождение сделать посмотреть хотя бы на анимацию вот как-то так смотрим что у нас ничего не происходит а повышение атаки только все то есть как бы такая версия в воде бабочки наложили но это дебаф получается на скиллы перемещение то есть и какой-то типах а и хаос наложили ну понятно вы знаете что такое хаос то есть путаются кнопки нажимаешь в одну сторону бежишь совсем в другую сторону то есть но вот как бы да вот было интересно дать еще раз попробуем что у нас здесь опачки ничего тоже нет вот смотрите сейчас работал оглушение да тоже есть оглушение если хаос есть и запрет скиллов перемещения но как бы это тоже работает очень сложно то есть не постоянно вот он получается хаос вот ну вот как-то так ребята то есть вот эта версия довольно таки очень интересная ну как сказать специфичная скажем так я бы не сказал что это интересно это специфичная версия которой ну непонятно стоит ли вообще вытянуть я вот честно бы я не стал тратить билеты на этого объект во первых у него нету продолжение у него нет версии соу мода что дальше мы развиваться никуда не придется то есть вот он а нет хотя есть версия словом а давайте взглянем извиняюсь извиняюсь за дезинформацию есть у него кстати версии соло мод и что-то пропустил на самом деле по тестам извиняюсь здесь получается никаких дополнительных нет смотрим что у него здесь будет сова под хилл включился хорошо оглушение включилась отлично давайте сейчас посмотрим что дальше здесь повышение атаки и щит окей хаос отлично оглушение смотрите-ка уже поинтереснее становится ну-ка здесь ничего не произошло так еще разочек во-первых у нас расстояние бьет хаос оглушение вот сейчас на вот кинтерес не пошло да то есть смог соло моде три выстрела и три раза оглушение 3 выстрел хаос то есть постоянно срабатывающий но вы видите то есть постоянно вот сейчас вот кстати в соу моде именно вот он интереснее стал да у него нет дополнительных скиллов то есть там поюзать там вот ну тем не менее есть под хилл есть постоянно работающий стан то есть ну видите я ничего вам не вру вот значит здесь давайте попробуем посмотрим то есть в принципе как с продолжению соу мода можно его использовать то есть довольно таки опять же видите стан опять же хаос бафы под хилл соответственно еще да вот здесь уже бьяку и себя немножко получше показывать вот здесь вот правда хаосом сработал сейчас но нет все таки работать работать иногда тоже стан при призыве получается как саппорта так отлично но в принципе довольно-таки неплохой получать персонаж да то есть на слоу моде если он в обычном режиме будет не очень то как продолжение у слоу мод в принципе можно его и вытянуть вы сами видите что он довольно таки годный получается персонаж по поводу всего этого вообще если есть эксперты кто будет смотреть видео пишите в комментариях потому что я могу вам наговорить ну мы сами все видели то есть я не вас не обманываю то есть я тоже верю своим глазам или тому что я вижу вот значит поэтому может быть бьяку и вот этот можно его и внести как недооцененный персонаж потому что о нем в принципе никто ничего не говорил но в тем не менее о качестве дебафов он в принципе произошел всех предыдущих то есть вот как то вот так вот поэтому смотрите возможно это не дооцененный персонаж которого в принципе стоит купить и качать поэтому у меня есть небольшие сомнения по поводу вытягивания персонажей пишите думайте в комментариях что вообще ну а на сегодня на видео мы закончим больше ничего не хочу сейчас показывать поэтому то есть это были те три лимитированных бойца которые стоит ждать ближайшее время либо же на первых серверах уже по крайней мере то шара уже призывается поэтому на сегодня ребятки все оставляйте комментарии ставьте лайки за подписаться на канал кликнуть на колокольчик поделиться видео с друзьями и всем хорошего настроения всем пока пока